Девушки отдыхают Это международный театральный фестиваль-форум «Театральная школа». Называется он «Театрон». Это второй будет в такой фестиваль. А первый фестиваль, который прошел в прошлом году, мне тоже, кажется, очень удался. И чтобы вот окунуться в атмосферу этого театрона, этого фестиваля, я хочу предложить вам небольшой сюжет. Пожалуйста. Організатором Международной театральной школы стала Федерація Аматорских Миколаевских театральных коллективов. Идею митцов поддержала Влада Миколаева и Очакова. Цель этого форума, театрального форума, это объединение театралов. Театралов, людей, которые больны искусством в хорошем смысле этого слова. Те люди, которые любят театр, которые ценят театр, которые хотят развивать театр. Театрон з античної культури – место для ведовищ. Згодом для театральных вистав в Очакове побудують стилізований сценичный майданчик. Вже сьогодні в театральной школе використовується античная термінология. Вільна скина – театральный спич, синод технійтів, рада профессионалів, дедаскал – вчитель. А повчитися є чому. Театральное мистецство – мінливий, живий організм. Йому притаманні проблеми вибору творів, символізму, сценографії, режиссури тощо. Мастер-класс дуже багато дають. Общення, ну, какое-то воспоминання, будемо говорити, о южних масках, потому що це прекрасний був фестиваль. Здесь дуже багато інтересних людей, і всі люди стремляться принести щось нове. І відбувається какой-то определенний обмен знань. В театральной школі були представлені наші Николаївські театри, Николаївський академічний художественний русский драматический театр, український академічний театр драмы, музыкальна комедія, обласной театр кукол. І Федерація матерських Николаївських театрів, тобто, ми показали, яка Николаївщина багата історією, зарожденням, колективами, які олицетворює театральне іскусство наше. Найкраще знайомство з роботою колег – побачити їх творчість на сцені. Учасникам школи були представлені вистави театральних колективів з Миколаєва, Литви, Польщі. І не обов'язково знати мову, адже театральне мистецтво – таке символічне і багатоградне. І так, 2-й міжнародний театральний фестиваль. Через нескільки днів він відкроється. Зараз найбільша зоопарка для його організаторів. Ось вони сидять, найголовніші деятели со мной, які і 1-й фестиваль провели, і 2-й фестиваль провели. Ощущение у нас же осталось в прошлом року, що все хорошо получилось? – Да, це дійсно приєдно. – Щоб він не комом, да? – Да. – Ну, знаєте, 1-й школі, і вже сразу же началась подготовка ко 2-й. – Віктор Ленидович, ми, коли завершали фестиваль, ми вже планировали сразу же следующий. І фіналом 1-й фестивальній театральній школи це було підписання меморандуму творческого соглашення о організації нових проєктов, організації совмістно, розширення полномочий общественной організації Федерации аматорських театров і улучшення спектра влияний цієї театральній школи. – Чому школа, да? – Школа учення. І термінологія, яку ми продовжуємо використовувати, дідаскал – це учитель. Ми хочемо представити, показати такі у нас нові сертифікати, які запланировані вручення педагогам-дідаскалам в цьому році. У нас тоже буде представлена хороша палитра, були учтени пожелання. І Віктор Леонидович, я думаю, чітко ще скажет о педагогах, о мастерах, які будуть проходити. Але дуже приємно, що йде такий синтез стилей, направлений. Це і сценическая реч, і пластіка, і драматурги будуть представлені, це і театр символізм, Йонас Бузеляускас привозит, опять же, свою моноработу. Це, ну, вот, Віктор Данилович, можу представити вас, ви будете синтез театрального искусства і телевидення, да, телеспектакля. – Можна, я тебе нюшку попозже поговоримо на эту тему. – Але це нові, нові направлення, які дійсценно должны бути. – Ви ж ще не видели, хочу кое-что показати, хорошо? – Да, і хотілося б сказати, що школа буде представлена на двох площадках. Якщо в прошлом году це було в основному Ачаков, то здесь ми делаємо можливість нашому николаївському зрителю увидеть спектакль, увидеть постановки. Школа починається с 24-го іюня по 28-й, она буде проходити в городі Ачакові, і она буде проходити на територі пансіоната «Надежда», і ще желаючі принять участие в цьому проєкту можуть подати заявки, остається буквально нескільки днів, і для того, щоб принять участие, там є вступительний взнос, і для того, щоб принять участие в цьому програмі, 24-го в субботу вже починається регистрація, починається вже основна робота. – Ну, скажіть, допустим, які взноси, щоб люди имели представлення, а вдруг вони захотять приїхати в Ачакову? – Ну, у нас офіціально ми определили, що участие во всіх мастер-классах, це в двох наших локациях, на Ачакові і здесь, в Николаїві, обща сумма 350 гривень з чоловіка. Якщо це коллектив, то там до трьох чоловік, естественно, руководитель коллектива отдає 350 гривень, і двоє йдуть з ними бесплатно. Со студентів, категория, як би, більш-менш фінансово не обеспечена, ми все-таки решили снизити до 200 гривень. Євки коллективні, там теж учитывається варіант, тому що це ж виїзд, це курортна зона, естественно, ми які-то бонуси предоставляємо, в зависимости от количества. А так, в принципі, да, на двох локациях, це практично мастер-класси і посіщення, сюди вже включається, тому що, якщо ви вже дали взнос, то ви вже безплатно посіщаєте все спектакли, які йдуть на сцені русського і на малій сцені, русського театру, вони, якби, входять в цю суму. А где-то в Європі вже роблять таке, що не фестиваль-конкурс, коли завоєються міста, там, перший, другий і так далі, а педагогика, преподавання, учеба, це що, в мере вістребований, що ви таке предложили? Конечно, це аналог подобних фестивалів. Як ви говорили, в прошлом году ми завершили фестиваль «Южні маски», який був в направлении аматорського, любительського іскусства. Здесь театрон – це і аматорське іскусство театральне, і професіональне, професіональне направлення, сьогоднішні видині професіональні школи, учебних заведень, театров, і є така свясть і синтез з європейськими проектами. Хочеться відмітити, що є центром драматичного іскусства Франції, з яким ми плотно сподіваємо, вони проводять подобні обучаючі семинари, і буквально на дніх состоїться в Одесі семинар Англии, теж центром драматичного іскусства, изучення подобних направлень, театр соціальних перемен, театр арт-терапії, театр обучаючих програм, в цьому ідет направлення, тому що ми повинні постійно завершенствуватися, і внедрять нові формати, професіональний уровень повышати, і як любительського театрального іскусства, і так же професіональні сценичні площадки. І хотілося відмітити, що с 29-го юня по 1-го іюля на базі театра пройдет мастер-класси для артистів Русського драматичного театра. Там будуть проходить по основному направлению професіональні школи, професіональні педагоги. І хотілося б пригласити жителі міста Николаїва на спектакль, який состоїться 29-го в 19.00. Це соціальний проєкт Віктор Смирнов, «Рай на землі». Многі, хто ще не бачив в місті в місті, але це буде показана лучша робота аматорського театрального коррективу. Далі у нас буде показан в 21.30-29 числа моноспектакль «Юнаса Базиряуска». В інтересному форматі він буде показан в летній театральні дворіки. І приближінність зрителя буде настільки плотна, і в перспективі Йонас буде готовити постановку на малу сцену Русського драматичного театра. 30-го числа на малій сцені театра у нас состоїться моноспектакль «Победитель Джойфест» – фестиваль всеукраїнського уровня. І ця робота їдет в Англию, в Лондон, на международний фестиваль. Це тоже буде интересно посмотреть для наших жителів города Николаїва. І завершаючим етапом, це буде 1-го іюля, мастер-класс Київський театр-студії «Сплэш». І показ на малій сцені театра, нашого театра буде спектакль «Валентина в день». І в 19.00 в Летньому дворіке театра у нас буде закрітие Летній театральній школи, награждення «Победителі». І прем'єра, яку представить Русський драматичний театр. Це концерт-спектакль, посвячен 80-тилетню Николаївській області, де всіх наших гостей, всіх участників театрального фестивалю, порадують артисты професіонального театра, професіональні сцени. Це буде концертна програма, показуюча исторю театра в розвиті Николаївській області. І це буде таким апогеєм завершення нашої театральної школи. Давайте ненашко прервем разговор, і я хочу сказати, що все-таки весомі события були на предыдущому фестиві театронні, але, по-моєму, саме таке яркою було, це театр «Стук» показав свою роботу «Алая паруса», при тому в необычному исполненні, в необычних декорациях, на фоне Очакова і Чорного моря. Давайте хоть кусочек посмотрим этого спектакля. Дякую за перегляд! Малышка Я була в невероятном месте. Взлетала над волнами і мчалась на корабле на всех парусах. Затем я опустилась почти на самое дно океана. У дамы родилась прекрасная малышка. Малышка – це я? Ассур. Ну, этот фестиваль, какие-то принципы все-таки вы для себя определили. Я вот учитываю вот такую одну вещь, это как к вам, как к педагогу, Виктор. Дело в том, что одно дело преподавать детям и студентам, правда, а другое дело взрослым дядечкам и тетям, которые, может быть, разумные, может быть, творческие, но у них уже там разлет возраста от 25 и выше, понимаете? Как здесь вы выкручиваетесь? Ну, Виктор Дмитриевич, понимаете, здесь уже о педагогике, как о науке говорить приходится постольку поскольку, потому что, в принципе, основная масса – это и сами же учителя, сами педагоги театрального искусства, актерского мастерства. Но мы, учитывая, как Артем Александрович сказал, мы, учитывая пожелания прошлого года, в этом году действительно построили программу таким образом, что все, практически все, кто заявлялись, они нашли себя в каком-то из мастер-классов или выполнили как бы тот профессиональный заказ, который был предусмотрен ими в прошлом году. Я скажу, что, безусловно, мастера изменились. Вот мы не стараемся повторяться, мы взяли в этом году мастеров новых, тех людей, которые в прошлом году присматривались, например, как Виктор Данилович, в этом году мы уже наделили правом действительно преподавание, потому что нам будет очень интересен критический формат, работа критика, и вот мы даже к этому действию сделали вечерний прайм, такой вот формат, когда у нас будет экран, возможность смотреть, высказывать свои мнения, критический материал, это будет очень интересно, и эта форма действительно, она как бы активная. Что же касается разноуровневого, все-таки у нас в этом году много студентов. Вот, если в том году был перевес на руководителя, то в этом году практически 50 на 50, у нас около 35 участников, это студенты, студенты университета культуры, школьники, студенты наших николаевских вузов, вузов Украины, которые едут со своими руководителями. Для них у нас очень широкая палитра мастер-классов по актерскому мастерству, вот, как бы, перформанс, работа на открытых площадках. Здесь, естественно, как бы будет учитана уже и психовозрастная, и психофизиологическая особенность, как бы, этой категории. Надеемся, что все у нас получится, рассчитываем на профессионализм наших мастеров, и уверены в том, что вот, как бы, та локация, которую мы сделали в Очакове, мы сейчас не используем, как бы, сцены, дома культуры, там, лагеря Очаков, мы все собрались, как бы, в одном месте надежда делать, и эта реализация, возможно, даст новую форму, мы хотим провести театр стрит, театр улицы, чтобы отдыхающий, как бы, контингент и зритель, который находится непосредственно на базе, они видели, что театр близок, близок людям, близок, как бы, всем, к нему можно прикоснуться, в него можно войти. Вот, думаем, эта форма даст нам позитивные результаты. А теперь переходим на личности. Знаете почему? Я вот запомню, когда мы последний раз в прошлом году, это был седьмой месяц, сидели после того фестиваля, когда вы сказали, Артем, что это произойдет, я спросил, а когда вы следующий фестиваль, вы сказали? 24 июня по 1 июля 2017. И вот, пожалуйста, это говорит, конечно, о вас, что надежность, это здорово. Спасибо. И порадуйтесь, что мы вот такие крепкие. Что в вашей жизни за годы изменилось, Виктор? О, Виктор Андреевич, ну, как бы, за этот год... Самое главное, кратко. Стал заведующим кафедрой. Опа! Да, вот, как бы, то ли благодаря фестивалю, то ли благодаря школе, как бы, да, стал заведующим кафедрой Николаевского филиала Киевского национального института культуры и искусств. Вот теперь, как бы, непосредственно пропагандирую это уже с позиции заведующего кафедрой. Артем, мне очень трудно сейчас рассказать, что происходило. Происходило много, да. Осталось столько, что, дай бог, это все перенести. Ну, мужик, нормально. Успытания, испытания выдержали. Ну, директор, художественный руководитель профессионального театра. Это русский драматический театр, имеющий историю, имеющий свой характер, имеющий свои особенности. Это тоже перспектива дальнейшего развития. Ну, и Федерация Аматрских театров у нас перешла в руки Людмилы Аспадовой. Она была моим заместителем, сейчас она глава общественной организации. Знаете, продолжается вот такой творческий тандем и объединяет людей, которые преданы театральному искусству, которые видят перспективу развития этого искусства. И идет вот синтез взаимодействия, где студенты, аматоры, любители, профессиональные актеры, исполнители, режиссеры. Идет такой синтез на сохранение и развитие театрального искусства в Николаеве, Николаевской области. Это очень приятно. Ну, а теперь я читаюсь. Можно, да? Я тоже жил под гидой того театрона. Я старался тоже работать. Мне удалось съездить с Виктором Смирновым в Киев. Я взял интервью у Сомова, два. Он как раз в это время, у него был прогон спектакля в институте, сдача спектакля, где я задал те вопросы. Вот я покажу это все на этом фестивале. Потому что самые такие злободневные вопросы, которые связаны, вот эта дорога от аматорства до профессионализма. Что это такое? Ну и как договаривались мы с вами, тут как раз и подвезло, конечно, Виктор Смирнов, руководитель театра «Чтеца». Вдруг организовал свой новый театр, который называется «Тыкт» и поставил спектакль «Рай на земле». Притом я был истоком вместе, наше телевидение было истоком этого. Мы с бомжами ходили, снимали, я разговаривал. Потом разыграл он этот спектакль, потом показали это все в театре кукол. И потом, только буквально сейчас это все находится в монтаже, вот на этой площадке, я сделал телевизионный вариант, который, в принципе, мы не делали 40 лет. То есть, вот чтобы, наверное, вы это понимаете, мы в вашем театре это все записываем на три камеры. Слышно, на ПС слышно, как бум-бум-бум. Актеры кричат на зрителя. А телевизионные зрители думают, а что они кричат? Вы понимаете? Я постарался сделать так, чтобы, может быть, если это придется по вкусу, по духу всем вам, может быть, мы это продолжим. А пока коротенький отрывок из этого телевизионного спектакля. Регина, прекратите хангеть. Вернется ваша Галевка. Обязательно вернется. Да что ты понимаешь, соплячка. Ты не знаешь, что такое мерзный 20-градусный мороз ночью в сарае. Ты не знаешь, что такое подыхать на нарах, кочусь от боли в спине. И ни одна сука не придет тебя пожалеть. Что ты вообще знаешь об этой жизни? Не бойся, милость ты не подавала, а со словами на водку не трать. Подавала, говори, подавала. Подавала. И говорила, чтоб не на водку. Откуда я знала, что водку вы пьете не ради удовольствия, а чтоб не сдохнуть. Ладно. Чего я к тебе, милая, цепляюсь? Просто, просто Галька, единственный мой родной человек на этом свете. Да я понимаю. Светка, Светка, ты где? Ты куда, зараза, пропала? Вот сейчас не море, мисс, гвоздя. И так по заднице отшлепаю, так отшлепаю, чтоб не повадно убегать было. Ай, бабка тебе совсем плохая стала. Еще помрет, чего доброго. А ты молодец. Я думала, ты в другую палату от нас попросишься. А ты, а ты ничего, лежишь, терпишь и слушаешь. Я за тебя молиться буду. Вот у нас осталось три минуты. Давайте чуть-чуть зацепим эту тему, а театр он продолжит. Вот видите, ну этот, у вас через этот фестиваль получается от любительства к профессионализму. Порассуждайте немножко на эту тему. Ну, хотел сказать, вот маленький анонс, спектакль, который вы видели, да, он состоится 29-го, 19-го на сцене Русского драматического театра. То бишь, жители города Николаева, которые хотят посмотреть эту работу полноценно, могут прийти в рамках театрона увидеть данную работу. Сложные рассуждения. Нельзя однозначно сказать, вот, от аматора к профессионалу, да, мы знаем историю театра Корифеев, украинского театра, да, и в последующем стали профессиональные театральные школы. Но то, что это синтез, и то, что не всегда человек, имеющий диплом, может блистать своим талантом. И были случаи, когда человек, не имеющий специального диплома профильного образования, имел потрясающие успехи, начиная с аматоров, любителей, да, и проходя на сцене. Поэтому, я думаю, Виктор Леонидович меня поддержит и продолжит эту тему. Безусловно, ну, вы понимаете, в этой театральной школе чувствуют потребность и как аматоры, и профессионалы. Как бы не было удивительно, но к нам обращались и профессионалы с театра с просьбой, а можно нам поучаствовать? Ну, говорю, вам в этом году повезло больше, потому что мы к вам приедем. То есть, резонанс, резонанс от этого мероприятия и от того формата, в котором это все происходит, выходит за рамки аматорства. О нем уже знают практически вот, ну, люди театральной среды все. Мы стараемся это распространять, мы стараемся это говорить, но, как бы, факты говорят сами за себя. На сегодняшний день, вот, мы рассчитывали, заявок подавали на 50 человек. На сегодняшний день, я вот вернулся только что с Ачакова с просьбой попытаться расселить 80 и больше. Всех участников, мы, как бы, надеемся, тех, люди, которые придут и просто будут посмотреть, это будет за 100 человек, 100%. Значит, как бы, вот, нужна наша работа и нужна наша, как бы, вот такая вот форма театрального перфоменса, театрального, действительно, репрезентации, наработок театра и, как бы, театрального искусства. Самое главное идет поддержка, поддержка управления культурой, управления молодежью, области, города. Это тоже немаловажный факт, что власти поддерживают данные проекты и считают, что в Николае, в Николаевской области они должны проходить. А для меня все-таки самое главное, знаете, что, вот на этом фестивале, да, что мы познакомились друг с другом. Да. Вот даже мы втроем, правда же? Да. Мы познакомились с людьми, которые приехали из других стран. Туда приехать почти невозможно, но как-то пробиваются люди вот сюда, к нам, на Украину. Вот у меня самое лучшее отношение вот с этим человеком, Йонас Бузеляускас. Если он увидит нас сейчас в интернете, это совершенно точно. Йонас, дорогой, привози свой спектакль. Постараемся мы, телевизионщики, его снять как можно лучше, и показать как можно лучше. Но самое главное, приезжай, мы соскучились по тебе и по твоей команде, по твоей труппе. Приезжай, будем встречаться на фестивале Театрон. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин